всем доброго здоровья сегодня парень с вами танки су-152 это машина которая не нуждается в рекламе но лишний раз вы хотите пару раз шарахнуть кому-то кочергой на 700 конечно же круто правда поэтому как бы су-152 что нужно не знать ничего по сути это нужно понимать просто то что это 152 калибр с кумулятивом на 250 пробитие альфа 700 все сведение стабилизации чуваки это точно так же как говорить о к в 2 какой смысл там говорить о сведении стабилизации если вы сами прекрасно понимаете что такое ваншотить тт 6 уровня практически или половине тт 7 уровня вот поэтому тут тоже самое только все еще пожестче ты вываливаешься из-за угла и ты не паникуешь а куда же мне пробит танчик со 136 пробития нет ты понимаешь что любой тт 9 даже и пробиваешь в нлд тт 7 тт 8 просто на хрен силу и все это все что нужно понимать вот скрытые параметры ну посмотрите вам от этого станет легче стабилизация не такая же ужасная вот тут по цифрам но разброс 052 сведения 34 это конечно жопа поэтому сведение в мп просто для орудия тут нужно обязательно вы досылатель это понятно у проходимость это тяж и как бы по подвижности в целом это тяж поэтому мне не хватает лично на нем вращение шасси ставить грунты уже тупо нету слотов а едет он просто нормально обронирование и да его здесь нету просто в силуэт пробиться например там скв2 фугаса можно сюда не так и часто в нлд чаще всего маска даже то же самое не имеет ни хрена хотя казалось бы такая толщина что должна быть я не знаю просто миллиметров три метра на хрен должно быть нет ничего бор 60 миллиметров тоже пробиваемся в вас мкв2 поэтому тут чисто так принять разменяться можно дистанцию стрелять особо нет никакого смысла это орудие вам по сути не позволит теории вы можете попытаться ну я не думаю что вам позволит что-то сделать на дистанцию уровень и нету у вены тоже как таковых нету чисто опять таки нужно вываливаться но все эти минусы чуваки просто перекрывается буквально двумя-тремя пробитиями забой все просто вот поэтому поехали поэтому нечего тут говорить перки все как всегда братство ремки и маски рок это понятно полевая понятно проходимость сведения или ничего и обзор все но опять таки обзора здесь нету усиливать по сути ничего поэтому просто поехали в бой пошли по шарах ним пару раз по 700 и или как бы на этом закончим вот я надеюсь просто чтобы кинула максимально хотя бы но нормальное количество танков а карта мне уже не нравится самих тяжей такое не особо побольше нужно таких всяких и сулечек в тигру лечек вот но всего лишь у нас только два тт как таковых вот и в кассаж 101 п это та машина которой нужно попадать только в нлд и так уж и просто я наверно значит что сделаю все таки поеду налево но не буду падать вниз как я обычно делаю а вот тут просто за целью и буду ждать пока кто-то будет выкатываться потому что обычная еду налево туда никто не едет а если я сейчас не поеду налево именно в яму туда сейчас наверно попрется танков 7 и мне наверное придется ехать вместе с ним или же просто потом возвращаться сюда и отстреливать деле ну короче сейчас посмотрим по развесу давайте покажите мне а кто куда направляется и 6 мне уже страшно очень страшно такое разъезд конечно полуалкоголический почти все тт вся основа поперлась направо им там делать нечего но я надеюсь что не буду давить а будут значит ну налево придется тогда ехать в месяц хоришечка и базашечка и урнольдиком вот едет смотри ехать просто он нормально едет вижу просто ехать он может но от маневрировать видишь уже как-то вот ну вот такой кораблик знаешь но с плюс 15 на проходимость он станет еще конечно повеселее вот но опять таки не будет сверх юлой вот туда едут уже такие машинки по которым можно как бы что-то сделать но как бы сейчас очень будет как это вот эта линия выдержки вот это она сейчас будет очень важно потому что по идее можно сейчас сначала стать здесь попробовать там по кому-то свистись шарахнуть а потом нужно будет думать или откатывать на базу или ехать четко вперед давай станем где-то здесь припаркуемся может там какая-то вон там хтс вижу ну давай а белым полное сведение и надеемся что не сворует урон вот как бы и все вот и весь имплей поэтому я говорю рассказывать что-то тут вам у каких-то супер цифер как скрытых параметрах то какой в этом блин смысл алёх выехал грязь до свидания то есть того же к в 2 я пробил бы хтс да никогда в жизни вот вк 100 на леди вот так как он выезжает по по идее шанс у меня есть пробить его убор там сейчас горит оранжевый это как бы не туда не сюда но с плюс минус 25 по идее что-то можно придумать сейчас давай наверно откатимся назад вот сюда к хришке чтобы когда разрядился т-103 выехать на него быстренько да вот если 3 разряжается и мы вылетаем и готов даже принять от итальянской штучки сделаем бум и закатываемся потому что не перезарядка 7 секунд у меня есть место для маневра и время для маневра и вот казалось бы я ничего не сделал бою но уже как бы 1220 урон как раз тех самых боях когда у вас будет турбобоя этом 99 9 процентов случаев вот эти два пробития как раз придут вам на помощь потому что на той же птс из к сальфулись к 200 чтобы даже в таком бою наковырять 1300 урон это надо блин 6 пробитий а где их брать у меня была только одна возможность стрельнуть по хтс и одна возможность стрельнуть по т-103 все видите танки закончились уже не по кому стрелять вот в этом и прикольчик вот поэтому вот эти отсидка на базе посмотрите у меня тт сидит на базе у него все дома нет у него не все дома поэтому вот у него будет ноль урон сейчас даже я приму ты сам не будет не жалко абсолютно вот так выезжаем вот то что них не опускается пушка на нлд хреново но мы можем долбануть в лоб башни в чем проблема у нас 250 пробить а не 100 миллиметров алба башни ну шо как вам сложный геймплей очень сложный как бы на стрел нет поэтому вот такие делишечки сейчас нужно чтобы кто-то из них разрядился и тогда мы выкатимся на того кто разрядится вот прототип и т-34-3 разрядился отлично выезжаем сводимся по мнению нет сводимся по прототипу но нужно с чуваки ну что произошло произошел стан а закатился т-34-б и мне кто-то что-то поломал по-моему я не знаю как это пересмотреть блин я уже не не могу это вы уже наверно в записи ощущение как будто мне сломали наводчик потому что сведение стало в два раза хуже но это печально блин я себе дал еще хотя бы одно пробить и было бы конечно же круто но у меня сбри значит а сбрил меня кто про то по тип какая него пушка притоповая пушка поэтому потому что он как-то очень слишком быстро перезарядился ну то не столь важно бы уже все равно закончился но было бы с пробитием побольше было бы конечно же получше но сам факт я сделал бою что ничего а на табло 1832 урона иногда с альфой 200 нужно душу продать чтобы настрелять столько вот поэтому такие делишки сейчас отправиться конечно следующий бой не будем вот это вот дичь вот эту досматривать уже встретимся в ангаре прикинь счет был сколько там 93 проиграли т-34-3 поубивался всю мою команду значит два моих тт оставшихся на базе вот они то есть они не сделали ничего 2 тт поехавший на зеленку вот по за люста то есть как бы ну вот а шо поделаешь вот люди вот едут куда надо вот пожалуйста результат люди которые не делают ни хрена едут куда не надо вот пожалуйста результат это понятно значит как бы мы сделали тоже ни хрена целых три пробития ну как бы здравствуйте едем конечно же в следующий бой опять-таки тяжей больше тяжей больше тяже видите на нем геймплей такой же как по сути на болин в за что но почему эта карта на же отвратительно тут геймплей как и на 704 то есть если ты там можешь выйти там на линию огня если есть возможность пострелять на метров 300-400 да можешь попробовать конечно потом если что просто едешь вперед и все по по обстоятельствам нету смысла нужно наоборот вот это сближение как видите выкатка из-за угла вот этот как ну как бы краткий рычаг до выводился bb закатился все ну и понятное дело тоже желательно знать к д то есть вот например та же самая ситуация ст 103 итальянской пт не вопрос могу от нее принять у когда 7 в секунд спокойно выезжаю спокойно свяжусь еще есть время на закатку все эти моменты воспользовались вот пожалуйста урон вот пожалуйста минус ствол причем учениковой ствол карта ужасно здесь наша задача поехать вот сюда за камушек будем стрелять на дистанцию в 500 600 метров я не думаю что мы сейчас будем с вами так нихеровенько попадать но попробуем попробуй просто тут нету возможности туда же на т.т. нету возможности продавливать что уже говорить о танке с хп как у пятого уровня вот это вот это 5 и больше будет больше хп одну не столь важно значит едем сюда как видите сюда все прут да то есть это как бы очень такая вот попал позиция вот ну что поделать какая карта и условия вот видите у меня снова все прутся налево ну вот такие делишки ребята вот так и играем очень трудно конечно очень в большой шанс того что у меня будут просто блендить и попадать вот это как бы неудивительно надеюсь на то что сейчас будет 71 что-то светить так затыли дыхание я попадаю четко в нлд тем более что это тнх это картонное говно я его должен пробивать и в нлд и в лд но и рассказала нельзя фу понял этот бой тоже будет слит ясненько ну не столь важно опять таки дать хотя бы два пробития было бы замечательно но одно пробитие у нас бы уже с вами было осветить некому и мы с 12 поджался опять таки не совсем понятно кого он там будет светить и для кого потому что у нас на базе остался только в к 45 03 который не вообще спит вот вот к по ямке продавлю а пока в 3 акваре миг не воруй 8 но 700 урона есть это был блайн чуваки это был блендомет по идее я должен успевать его забирать сейчас попробуем он не светится вот засветился только уже поздно нет вот как раз мне не хватило пол секундочки вот было бы инструкция и трофейный досылатель вот как раз вот эти 45 десятых бы зарешали бум все конечно же он попадет в пиксель без какого-либо сведения и пробьет это разумеется броню танка как мы уже увидели с вами нету вот должно было быть у меня уже 2100 урона как бы сложно опять таки мне бы дался этот урон нет просто я не пробил то что обязан был пробить вот и все ты можешь не выталкивать пожалуйста ну что ж ты какой-то вот не у меняшка просто так параллельно 100 и все вот и вся девоты вся проблема решилась ну и максимум еще пробития получится дать если это очень даже хорошо повезет просто если кто-то за что-то засветит через эту часть камня я играть не могу потому что сразу за свет через эту камню часть камня как видели к вы 3 меня не светил опять-таки проблема то что он стрельнул без сведения это проблема да не попади он дай урон в тн х q поверьте уже был бы очень такой бы не дурный бой опять-таки я был бы не шотный уже было бы 200 урона можно было бы уже на 3000 рассчитывать обычно ваш бой на этом танке будет вот такой ну как правило потому что то турбо бой то воровство урона то еще что-то но имею ввиду что вы можете сделать три-четыре-пять выстрелов но пробить и будет два максимум 33 это уже хорошенький бой такой как и на кого-то в принципе видите тут это щелечка если у танка будет обзор вменяемый вот таковы 3 до светил да не все-таки не увидел вот и добрать его некому понимаете это шотный танк будет щас будет портить бой и тигр уехал все их его кашка спит и вот я остался просто сам по себе сам по себе шотный можно попробовать отъехать чуть-чуть назад через эту щель по идее меня должны засветить все разу вперед видите я уже свечусь из вариантов пробует труп этой штучки вытолкнуть может тнх-шка тут как-то сам подставится его шаг варкну и все вот 12t скажите что не бот инфа вся дана поедемись на горочку будет инфа по этим двум танкам плюс сможешь поработать борт шкоды нет наверное просто поехал вперед и просто вышел в ангар то есть лампы не было это он блайндом блайндом вот в такой пи пиксель попал даже вот как-то так потому что он стоит в яме вот там он стоит ну как бы хотите верьте хотите нет но такой вот сделал выстрел на шкотке бой получился максимально шляпные за неиграбельность карты поедем конечно в третий бой он ничего опять-таки никакого негатива то танк вас вызывать абсолютно не должен именно танка ну то что вы не пробиваете то что обычно должны пробивать но это уже не проблема танчика вот поэтому конечно же бежим третий бой мы тем временем у нас поражение которым я вам сразу сказал еще после первого выстрела потому что очень непредсказуемая игра и по одному выстрелу не определяется исход боя значит сделали мы два пробития в топ по урону как вы понимаете да что сейчас или турбина или в бою происходит просто какая-то дичь типа когда у тебя пол команды спит или когда пол команды едет абсолютно туда куда ехать не надо и вот достаточно двух пробитий чтобы попасть в топчик вот такие делишки поэтому отправляемся третий бой вот и вот этот нх когда ну как бы обычный чебурек мы его как бы стреляем в нлд и как бы не пробить и ну ладно хорошо статьи это и дала уже как бы намек на то что будет в боечке значит третий бой карта ну тут не в карте беда тут проблема что нету танков потому что базы 176 мы просто никуда не пробиваем основа баланса это петельский которые будут стоять на базе все то есть по факту задать вопрос а по кому тут на стрелять урон не совсем понятно чуваки не совсем ну едем в сторону города там конечно будь что будет дадим тоже два пробития будет неплохо летим типа дефолтную такую позицию и нам сейчас будет мешать вот этот столбик с грибочком чтобы людям как бы лежат жарко не было когда они будут кофе пить до чтобы им было не жарко поэтому здесь поставили вот эти вот грибочки здравствуйте я понимаю что у него есть нижняя планка такая же как и у 284 но чуваки какая была вероятность попасть в эту планку а вот вам и ответ на ваш вопрос сведения стабилизация да какая нахрен разница вы стреляете в нлд картонному говну вы его не пробиваете и в то же самое время вы стреляете в маленькую полосочку сверх имбилу и пробиваете если скидл в этой игре конечно же нет вот поэтому такие вот дела значит еще по тигрульке шарахнуть вот если он ошибется ему сделать просто минус табло будет просто то что нужно кстати три семерочки а и там да вы видно вроде что-то там даже видно этот стан прикумарил минус аптечка у ее и назад охрана давай давайте бортиком потанку тебя борт очень крепкий я знаю ну ворот и варты когда нет это же надо тоже с этим смириться и привыкнуть ну давай бабор там ну ты же можешь ты хочешь я знаю ребята у нас рыбалка я удочку закинул жду пока клюнет давай они тут арль выезжает ну и он уже все он убежал ему страшно конечно такую дуру попробуй не испугайся а тигр работает по арлю на тигр не светится значит он упал там в ложбинку и стоит за кустами это будет проблема мы его тем более не увидим все понял а и уже на другом конце галактики на ту сторону улицы никак не проскочит через базашку тигр светится я уверен не будет и как быть тут поражение гейн какой сегодня суббота я более я же говорил никогда не пиши видео по посуду вообще по выходным и по марафону давай это даже . принять выкатись бабахни и засветись ясненько еще 28 счет замечательный урона тоже здесь не ждать вот ничего новая и не увидел опять таки никакого негатива это так не вызывает исключительно вот такие эмоции когда ты стреляешь вот по таким базе 176 но при этом и контраст когда ты не пробиваешь картон это ясно но опять таки же говорю тут не проблема танка поэтому говорить о каких-то ттх опа говорить о каких-то ттх не имеет никакого смысла просто помните что тут дикие кумулятивы и все игра ну выезжай ну не бойся ты переживешь 211 вот это счет я понимаю это сервис любой бы другой тт-8 был бы наверное уже на него бы поехал реально просто я сейчас выкачусь он же меня с ваншотит и никаких вариантов сводимся почти до конца и делаем бум так еще по идее мы успеваем перезарядиться вайташка крути его я надеюсь что его убьешь уйти гроза не конечно ты гуслишь ты ж киберспирта в чане так и вперед игра ты фуловый выкатывайся ты фуловый выкатывайся боже ну дура ну без без комментариев все видишь в чем проблема была надо было это сделать еще в начале боя и добивай меня теперь зато у меня 2000 урона хотя бы так вот тут без вариантов чуваки тут по всем фронтам задница во-первых 315 во вторых взятие базы тремя чебуреками и как бы полное отсутствие тт но обратите внимание в самом маленьком по количеству боя на тт как бы вот так получилось и вот обратите внимание на результаты боя т26 и 5 и вот 500 урона то есть чувак сделал два пробития это в конце когда уже поехал крутить базе 176 и он в топ-4 по урона но то есть вы понимаете в каком состоянии находится игра и как бы ну с другой стороны не проблема это т26 и 5 потому что когда только один тт и это не тт а 15 уровень в балансе и не играбельная карта и ну что ты сделаешь на танке с альфой 200 против вот такой блин ядерной установки ну то есть по факту танков ноль было и вот что мы сделали с вами дали тычку сюда дали тычку в тигры дали тычку вы и то есть было три потенциальных танка и мы по ним дали урон то есть у нас реализация 333 то есть о чем тут просто можно говорить особо нич вот поэтому такие дела значит что вы поняли по вот этому видео по-прежнему актуален по-прежнему вот это по фану шоу любите называть или там под пивас неважно то есть больше с 30 но по факту боем делся три выстрела вот такие делишки три раза поставились три раза мы не вести урон минус видите 17000 не особо не жирно то есть без допа это даже был бы плюс хотя это поражение вот ну такое в общем поэтому все опять таки есть желание катать катайте ветку принципе то качать я не вижу смысла ну возможно ради 704 но опять-таки проходите сушку ради 704 это блин просто будет вашим нервам дороже поэтому на сегодня все ребята всем удачи все благ берите себя и пока